здравствуйте друзья я заступаю на дежурство по америке и поводом для этого служит масса вопросов которые я получаю об одном и том же вот буквально сегодня с утра тут не ящик завалили и вопросы о частичном прихлопывание деятельности правительства поскольку бюджет не принято 1 октября наступила новый финансовый год и вот мол что же теперь будет как это повлияет на то как повлияет на все я хочу чтобы вы держали как в уме две даты первая дата это 1 октября когда начинается новый финансовый год это один дедлайн они там до ночи значит там обсуждали обсуждали конгрессмены наши но так и не сговорились две палаты там до верхняя и нижняя то есть как бы демократы и республиканцы но есть еще одна дата 17 октября когда истекает лимит за заимствование денег да то есть как бы долги правительства до ограничения на долги которые правительство может делать поэтому это гораздо более нехорошая штука потому что одно дело мы там часть чиновников отправили в неоплачиваемый отпуск и совсем другое дело что мы как государство не можем выплачивать по своим долговым обязательствам да у нас же бонды облигации у нас много чего и это конечно по экономическим последствиям неизмеримо важнее так то нас обдирают асфальт я не знаю обидно или нет качества дорожного покрытия его чем-то ободрали а теперь на на сверху будут класть асфальт хорошего как бы вы есть события еще еще более опасное во всех отношениях потому что если это произойдет то мы как государство не сможем больше занимать деньги на хороших условиях наш кредитный рейтинг упадет и всякие займы которые мы будем делать в дальнейшем а мы без займов не можем нам нужно одалживать деньги во всяком случае какое-то количество лет еще нужно будет как минимум так вот мы будем просто просто больше интереса платить по этим займам поэтому конечно помимо вот этого government shutdown значит надо следить за за вторым тонкость состоит в том что никакая из партий то есть не демократы не республиканцы не хотят быть ответственными за какие-то серьезные последствия с одной стороны с другой стороны они как бы хотят поторговаться другое дело что как бы сказать и стоя с другой стороны мы имеем дело с беспредельщиками мы имеем дело с людьми которые не хотят договариваться а которые предпочитают выкручивать руки и в этом смысле никакая из партий другой не лучше и не хуже вот например обама кер вот эта реформа здравоохранения ребят здравоохранение это там грубо там 20 процентов национальной экономики 20 процентов и когда они эту реформу принимали ее никто не читал это громадный был документ там тысячи страниц и они и так буквально раз без обсуждения те которые говорили против голосовали не читали потому что не было времени возможности и так далее и те которые за голосовали тоже не читали документ фундаментальной важности вообще для страны на на много лет вперед и они его не читали гену есть документу там где-то у нас подготовили в аппарате там да и вот так я голосуем потом читать будем примем потом будем читать если так руки дойдут а то может и не будем и я вот вам скажу что у нас 1 октября сего сегодня вступает в силу такой период когда люди могут записаться на ну чтобы вот получить страховку по она как бы федеральная субсидируемая страховка по папой по правилам игры обама кера а уже с 1 января все граждане обязаны будут иметь страховку а сейчас как бы открываются такие биржи где ты можешь посмотреть какую страховку там туда-сюда вот значит начинается enrollment запись начинать и поскольку мы вот-вот я как предприниматель вам рассказываю у нас есть групповая страховка для наших сотрудников но нас там немного всего там настроя вот я жена и софия у нас работает и но из страховой компании присылают письмо и говорят заранее за пару-тройку недель и говорят так мол и так вот начерт вы должны знать что вступает в силу там чего-то вот абама кера бомакера бомака жена моя который занимается всем этим вопросам и она звонит страховую компанию играть скажите а хоть что это вот что должно произойти как на вы реагирует до они год скажите всем сотрудникам rest она звонит и говорит скажите а что мы должны сказать сотрудникам спрашивает она страховую компанию За две недели до наступления 1 октября Те говорят, мы не знаем Но мы вам обязаны сообщить Что вы должны проинформировать всех сотрудников Ну то есть такой идиотизм Что уже дальше некуда То есть страховая компания не знает Я не знаю, кто знает Поэтому о чем речь идет Речь идет о том, что фундаментальной важности Государственный закон Принимается вот так вот Просто большинством в один голос Знаете, большинство было в один голос В палате представителей И они не пытались даже Обама не пытался привлечь Республиканцев, он не пытался Обсудить, он не пытался договориться Он не получался получить поддержку Для решения Национальной важности проблем Он не пытался получить поддержку От представителей другой партии Имея всего один голос Вот каждые два года выборы Полностью меняется вся палата представителей Полностью Ну и вот пошли следующие выборы Она и поменялась И больше нет преимущества в один голос И сейчас что происходит Значит, они как бы говорят Демократы Они считают, что они же все конституционно Они же все по закону Вот они приняты Они просто как скоты это сделали А так, в принципе, все по закону Конечно, имеют право Большинством проголосовали Демократия Ну, а республиканцы говорят Ну, вы без нас же принимали Правильно? Ну, вы можете без нас обойтись Вам с нами договариваться не надо Вас наше мнение не волнует Ну, вы давайте сами А, у вас нет больше большинства Ну, так давайте уберем Мы-то вам никогда не говорили Что мы за Или что мы поддерживаем Или что мы вообще Даже понимаем, что вы хотите сделать Значит, уберите эту всю лажу И будем, как бы Пожалуйста, бюджет Там, все дела То есть, фактически Я думаю, что Это неплохой урок На самом деле Демократической партии И вот этим всем Беспредельщикам политическим Которые норовят Вот так Сиюминутные какие-то Вот там, я даже не знаю Сорвать корешки там Выкопать Но дальше За все же платить приходится Поэтому Да, но Конечно, с одной стороны У республиканцев Такой элемент мущения присутствует С другой стороны Ты своим мущением Не можешь подвергать Ну, каким-то рискам Или там напрягать Страну Население Экономику Мировые рынки И так далее Это Это Не менее Безответственное поведение Да, вот Одни безответственные С другими безответственные Проблема в том, что Ответственных нет Ни с той, ни с другой стороны Вот Вот тебе Давайте Беда Так вот И вот они там Значит, поторговаться Решили И никто не хочет Доводить до Каких-то серьезных Ну, как сказать Проблем Но с другой стороны Демократы свято верят Что Обама, Кера Это уже все Это неизбежно Это их Потому что Во-первых Его приняли Ну, приняли Как положено По всем, так сказать Канонам Кроме того Пытались оспорить В Верховном суде Там же Частью Обама, Кера Является Человек Обязан Будет Обязан Покупать Страховку Поэтому Через В Верховном суде Пытались оспорить Сам принцип Того Что Кого-то Можно Обязать Что-то Купить Давайте Человек Может купить Если он хочет Но чтобы Обязать И вот это Оспаривалось Конституционность Вот этого всего И Значит Там По суду Значит Было сказано Что да, можно В такой конкретной ситуации Можно Ну и в общем У демократов Полностью Как бы Ощущение Что они чисты С этой Обама, Кером И что Республиканцы Просто Ну вот просто Как бы Кидаются в них Какашками При том, что им Сказать нечего И по существу У них ничего нет Ну и вот Как бы Разошлись То есть Одни говорят Мы по закону чисты А другие говорят А вы по жизни сволочи Может вы и по закону чисты А так вы в дерьме И вот вы Как Поскольку вы в этом дерьме Вот вы его и кушаете Вот Короче Вот такое вот Значит Действие То есть У одних нет Смелости И политической воли Сказать Ребята Ну извините Ну вот так вышло Мы больше так не будем Да Или там Давайте все-таки Сядем и обсудим А другие Значит Щеки надули И Ну в общем Вот то что мы имеем Никто из них Не хочет доводить До чего-то Кардинально плохого Поэтому в мире В целом Никто на них Внимание Не обращает И я думаю Что Ну вот Единственное Кого на сегодняшний день Сильно Интересует Вот эта ситуация Это Режимы Таких Тоталитарных Фашистских Полуфашистских Стран Типа Северной Кореи Или Куба Или там Не будем Список продолжать Которые Из этого Извлекают Урок Для своих Граждан О пользе Тоталитаризма Потому что При тоталитаризме Такого Произойти не может Это Как бы Беда демократического Да Где люди могут Там сказать что-то Или проголосовать Что-то Или выбрать кого-то Это конечно Связано с большими Неудобствами Вот Но Вот одно из таких Неудобств Теперь Посмотрим Значит Я понимаю Что Те кто у нас Смотрит Наш канал И многие Интересуются Там лотереей Или там Может быть Визу Хотят получить Там Туристическую Еще какую-то Рабочую И они переживают Не приведет ли Это к Срыву работы Консульской службы Иммиграционных органов Я не знаю Ну Не должно То есть Там сокращение Относительно Небольшое То есть Может быть Будет Несколько Там Недель Задержка Какая-то Или там Замедление Работы Возможно Последний раз Мы в такой ситуации Были 20 дней Не работала Система Это было В 96-м году Зимой При Клинтоне Вот тут точно Такая же ситуация Была Но в общем Если в историю Посмотреть За последние Там лет Ну 40 Такое Происходило Раз там 16-17-18 Такого плана То есть Это не то Что какая-то Уникальная ситуация Хотя Последние 20 лет Этого не было Потому что Когда это было Никому хорошо не было И республиканцам Это очень дорого стоило В политическом Плане Вот тогда В 96-м году Поэтому у них Как бы Был иммунитет Но Разбился Но поскольку Сейчас поколения Меняются Там С 96-го года 20 лет прошло Кто там Из тех Кто был Там до сих пор Есть Поэтому Сейчас новая Кровь Молодая Такая Бурная Вот они Так Значит И бурлят Ну посмотрим Я пока что Не Не вижу Повода Для какой-то Серьезной Озабоченности А так Посмотрим Все Ребят Счастливо Дежурство Сдал